всем привет мы никуда не пропали я как обычно кормлю лошадей сейчас пойду кормить птиц и коз обычно мы сашей это делаем или вместе или поочередно но в обед мы не поем никого то есть мы поем лошадей там кос с утра и вечером об обед просто вот дача сена это очень легкое занятие вот если я думаю я как бы легко это делаю что хотелось мне всем сказать особенно тем кто смотрит нас давно и кто знает что вот этот канал это не наш основной канал то есть многие думают что вот то что вы сейчас смотрите это с усадьбе белый лошадь но тот кто не знает это другой канал мы просто создали его а потому что мне так иногда хочется как-то выговориться что-то поснимать такое простое как сказать обыденное может быть какую-то простую болтовню или простую природу что в усадьбу без лошадь даже не влазит или там меня слишком много и мы саше решили а даже больше саша что нужно создать другой где я могу просто поболтать вроде того поэтому это второй канал и вот к чему я иду дикий будешь сахар будешь к чему я иду сначала ролики выходили часто часто а теперь начали выходить все меньше и меньше появились там рецепты еще что-то все это связано с тем что телефон не выдерживает видео я ничего не выпрашиваю прочее просто хочу объяснить там потому что кто-то пишет что ролики там начали очень мало выходить потому что на улице хоть сейчас допустим минус 7 у нас сейчас теплая зима но телефон я снимаю на телефон еле-еле выдерживает почему-то он очень плохо начал себя вести но он наверное уже все сначала садила зарядка в общем мы поменяли все потом сломалась камера сама по себе мы поменяли камеру теперь она снимает намного хуже чем родная и сейчас опять сажается садится зарядка хотя аккумулятор поменяли и в общем на что у меня хватает на улице времени снять то я снимаю потом телефон безбожно садится хотя может быть даже пять градусов или в сарае когда в сарае там ну точно сейчас там ноль и плюс точно он садится поэтому я не успеваю снимать а на сашу камеру мне снимать неудобно потому что у него там такая вот она маленькая поэтому кому нравится мой смотреть вот мои милые заметки придется немножко подождать когда мы купим новый телефон ну потому что мне удобно так снимать и будет наверное роликов побольше а сейчас их не так много вот мне хотелось вам об этом сказать ланочка ждет чтоб я ее отпустила похоже придется ее отпустить ну пойдем 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 тепло тем более так пошли и теперь гуля 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 так часть куриц у нас осталось в старом сарайчике кто-то тоже спрашивает потому что есть куры которые гуляют у нас в новом сарае а есть в старом потому что саша перешел на ремонт дома на душевую и прочее и как бы сами понимаете не хочется и в общем трепать по этим курам ладно тепло все будет нормально сначала поставим для себя вот а потом саша проведет им отдельный свет и переведем их новый сарай вот куры это саша просто чтоб теплее было этот домик уже который год содержит наших кур даже здесь свиньи содержались мы их накормим ну чё пойдем пойдем не туда ладно очень ругается с доктором пойдем сарай пошли ладно пойдем пойдем вот пошли пойдем заходим пошли коза откармливаются вроде бы беременны сены я им ложу но они ждут люцерна у них тут лежит сена кучами они не едят перебирают засранки потом вот это все то что они раскидали идет лошадям вечером нет нет не получите не получите нет да и дайте то что дали вам избалованные выбрасывают нет она тут уже расположилась лануся ты чуешь с пар прям лана есть копыта это когда мы расчищали копыта вот здесь остались огрызки копыт если что-то нет лан их подбирает под сеном потому что здесь вот рулона мы раскрываем и грызет потому что все собаки очень любят грызть копыта лошадиные ну вот эти вот рубежки которые остаются вот террас куры вышли обычно они не выходят но говорю сегодня тепло наверное минус 5 куры вы чего камера начала снимать значительно хуже после того как мы поменяли ее но ничего немножечко потерпеть и будут опять хорошие ролики и почаще выходить куры куры вы куда куры пошли пошли куры 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 вот так пойдем 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 куры пошли пошли куры куры лана выходи куры ты чего там ну вот это вот по верху любит летать так раз тепло я насыпала сюда пускай здесь походит они на самом деле уже давно не выходили на улицу даже никак не просвежались ну то есть я вот так вот открывая не выходит внутри сидят так что пускай здесь покушает так дорогие друзья у нас идет новая эпоха я не знаю как выйдет следующее видео с кастрации доктора но вообще-то ну то есть я не знаю как вот это выйдет завтра у нас кастрацию доктора он об этом не знает ну-ка но она будет завтра то есть мы уже позвали дядю гену позвали там еще мужика в общем знакомый у дяди гены и будет у нас кастрация конечно я переживаю обязательно я переживаю потому что кастрацию я уже видела участвовала я знаю что это тяжело сложно для некоторых лошадей проходит для некоторых очень легко некоторые говорят что таких же ребят такого возраста кастрировать ну-ка уберу уберу этот ведро он не даст с вами поговорить ведро выберу кстати вот еще чем хотела с вами поделиться в денеке не убирала вот такую штуку я купила может кто не знает конники то все знают что это такое купила рептух очень дешево у меня вышло поэтому в алберисе вот ой боялась что лошади будут бояться но мы вчера ночью его заполнили и сегодня я смотрю он вроде бы в порядке кто-то скажет что можно самим плести но мне не получается вот именно вот такой рептух сплести я бы очень была рада если бы кто-то мне объяснил как вот такую плетенку сделать самой я и вязать не могу то есть у меня как там носки какие-то я вязала и все шить я могу а вот связанием никак ну то есть такая штука удобная сюда сено заполняешь получается вот так вот вешаешь и это как медленная кормушка они медленно и и съедают и параллельно сено в общем лежит в этом углу а здесь вот медленно чтобы они ночью там жанкали чтобы не стояли голодными для лошадей это очень полезно потому что лошадей желудок такой что нужно постоянно кушать так чего я начала рассказывать вам про то что у нас идет кастрация завтра уже а кто не знает нашему жеребенку 8 месяцев по труду и у нас будет кастрация кому-то может быть это покажется диким но не мне потому что кастрация у нас вынужденная у меня много знакомых я читала очень много тоже статьи и то есть про то что происходит такая ранняя кастрация то есть по большому счету для многих кажется что кастрация должна происходить в возрасте от двух-трех лет вот но я не считаю так и никого не призываю иметь такое же мнение как у меня но своего же ребенка я решила кастрировать в этом возрасте как красиво смотрите какая красота смотрите они застыли и стоят на этом пушистом снегу так вот не просто так я решила это сделать потому что мне захотелось значит поставить какой-то опыт над нашими лошадьми дело в том что у нас такая конюшня то есть они у нас живут ну дома они пасутся летом и ребенок тоже будет постись и будет он постись вместе с матерью хотя у нас будет отъем но все равно они будут вместе я хочу чтобы жеребенок рос социально адаптированный то есть человеку если он не может общаться со своей матерью или с другой лошадью то какой-то социальной адаптации адекватный быть речи не может то есть если его растить до возраста полутора или двух лет и содержать от матери отдельно ну потому что он свою мать может оплодотворить поэтому с февраля месяца у нас диковинка приходит в охоту с февраля он он достаточно высокий я не знаю видите вы или нет я 170 ростом он достаточно высокий же ребенок и он уже пристает к матери он уже за ней ухаживает он уже свои причиндалы вытаскивает он ее оплодотворит чтобы не произошло оплодотворение феврале в марте чтобы не разделять их ну то есть произвести отъем только для того чтобы молоко он не сосал ну то есть до двух лет чтобы он рос социально адаптированный чтобы же ребенок был адекватный был адаптирован необходимо адаптировать его в его специальной среде то есть между лошадьми недостаточно будет разъединение и ходить мне с ним один на один важно чтобы же ребенок был адаптирован в своей среде то есть в лошадиный чтобы мама его учила в одном месте срать в другом месте извините сать там кушать здесь сбегать общение драки беготня все это социальная адаптация лошадей вот а я уже тот человек который кормит воспитывает и что-то хочет но в будущем просто поездить что ты там мне поэтому нам необходима кастрация чтобы они спокойно жили а дальше мы уже будем с вами наблюдать как он будет расти какой он будет в рост какой он будет вширь научные исследования и уже практика 1000 коневладельцев говорят о том что меренные кастрированные чем раньше тем лучше ой растут намного быстрее ввысь и намного выше потому что после кастрации понижение уровня тестостерона растут трубчатые кости а вот как он будет расти вширь это мы узнаем вот но достаточно мне практических советов от других людей но мы посмотрим попробуем у нас просто нет говорит другого варианта или нам надо его продать жеребцом и непонятно кому потому что он не племенного какого-то значения но мне не хочется его продавать я хочу его у нас оставить иди сюда я нечаянно тебя ударила иди сюда иди сюда доки нечаянно его за дело что же я сейчас хочу делать я хочу сейчас их погонять чтобы они побегали по снежочку потому что завтра у нас тяжелый день завтра у нас кастрация ну 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 иди отсюда иди завтра тяжелый день надо немножко погоняться идем немножко надо побегать туда туда куда вы идете куда куда конечно есть определенные сложности не без этого есть сложности конечно я переживаю есть сложности кастрации всегда в любой хоть в этом возрасте хоть в другом всегда есть какие-то сложности я если не сядет телефон или потом дома могу объяснить снежочек очень мягкий вообще без перерыва галупит просто спокойнее спокойнее доктор спокойно спокойно доки все я уже немножко погоняла шагом все молодцы молодцы теперь шагаем давайте шагаем давайте 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 идем шагом идем естественно я их не сильно гоняю чисто так чтобы доктора свою спесь сбавил потому что обороты он наворачивает с каждым не все больше завтра у нас сложный день немножко он пускай набегался по сугробам и хорошо вот ножки ель волочит и слава богу то есть чтобы хотя бы дури у него было поменьше вот дикий иди сюда вот так я заканчиваю просто цепочку убираю раньше здесь гуляли кобылы здесь гулял жеребец топа сейчас они вот здесь вот получается кушают вот здесь вот иногда укрываются от непогоды ну потом вечером их уже заводим а сюда их не пускаю гулять чтобы можно было вот так вот их спокойно поработать чтобы здесь они не засирали ничего не затаптывали когда межсезонье идите сюда дикие иди сюда иди что там стали как бедные родственники идите сюда говорю ну что пользуясь случаем расскажу как у нас будет проходить кастрация я уже рассказала сисечку я уже рассказал зачем мы это делаем потому что нам это в первую очередь удобно у нас нет рабочих то есть разъединять жеребца и кобылу уже с февраля с марта месяца ну мы тоже все проходили я всю жизнь тоже работала жеребцами я не хочу я устала я хочу отдохнуть мне не хочется вот этого борьбы мне не хочется чтобы он ломал все время сбегал к ней мне хочется спокойно то есть там самый лучший самый лучший лошадь это медина или самый жеребец это медина не помню поговорку в общем мне хочется спокойствия и отдушины хорошего настроения и безопасности поэтому так а дойду чуть-чуть что-то диковинка его прогоняет поэтому у нас будет кастрация чуть раньше я конечно переживаю потому что в кастрации есть свои нюансы в любом возрасте кастрирую есть какие-то незначительные минусы ну как минусы могут возникнуть ситуации когда ничего мы сделать не сможем кроме как произвести забой как бы резко это сейчас не звучало но так может произойти я такое видела как бы я знаю понимаю всю физиологию понимаю что каким бы то там не было рукожоп или не рукожоп но может всякое случиться если кратко сказать то когда вы хотите кастрировать своего жеребца неважно в каком возрасте если он у вас не крипторг то есть оба семенника находится в машинке может все кончится плохо пару два три в общем есть пункта первый пункт это травматизация очень сильная с переломами конечности во время повала и во время подъема дело в том что мы будем кастрировать его с повалом то есть я сделаю ему препарат потом мы его повалим я очень не люблю такую кастрацию честно я реально против того кастрации я видела это много раз мне это вообще неприятно но у нас не другого выбора потому что у него настолько маленькие семенники ну вот они вот такие вот что стоя я их просто еле нахожу то есть один у него опустился второй 50 50 машонку и я их еле нахожу один я нахожу а второй он периодически ну как немножко поднимается чуть повыше кусью там машонки наверх и стоя это будет ну мало того что это будет очень неудобно потому что когда семенники большие их видно хотя бы да потому что нужно там определенные тоже моменты во время кастрации кожу натягивать прочее а у него семенники маленькие они наверху очень находится лошадь низко находится к земле то есть когда более взрослый жеребец он высоко и ветеринарному врачу много места под лошадью а из-за того что он меньше мне под ним очень мало места остается и это небезопасно я не хочу в общем я уже вся переломанная честное слово и как бы я не была против конечно можно отвезти его в москву за 200 тысяч кастрировать лежа там под полностью общим наркозом ну то есть вообще его переворачивают на спину но как бы нет поэтому будем его валить с повалом так вот когда вы ложите лошадь с повалом на кастрацию все это может кончиться плохо если он поломать себе ноги то есть мало того что он может поломать людей когда будет ложиться и особенно когда вставать с испуга ноги завязаны там под наркозом ну в общем туманное такое состояние они себе ломают конечности второе может произойти так что у жеребца физиологически патологически развито развито паховое кольцо мошонки это такая штучка которая через которую проходят все сосуды через которые проходят семеник семи провод все сосуды проходят через это колечко и опускается в машинку если это кольцо больше чем нужно если она не стянулась еще или вообще никогда в жизни не стянется то есть будет такое вот большое когда вы произведете кастрацию через вот это кольцо опустится кишечник то есть он опустится и просто выпадет через дырку в машинку которую мы произвели разрез ну происходит такое и даже если делаешь узи или проверяешь пальцем и все равно бывает что ну такое происходит третье еще бывает такое что при сильнейшем каком-то сдрагивание или если лошадь как-то себя поведет далее после кастрации резко там ногами будет отбивать в общем то любое движение потому что животное крупное может произойти разрыв паритальные брюшины может произойти разрыв и пахового кольца все что угодно и опять же будет паховая грыжа кишечника выпадет петля кишечника это тоже все это очень опасно как бы если вы находитесь в москве в клинике конечно во все зашьют в деревне ну-ка ничего конечно же зашить не получится в общем я вас напугала есть еще каких-то пару нюансов я стараюсь мыслить позитивно жеребенок крупный крепкий тихо крепкий он уже у нас выдерживал мини операции он у нас хорошо переносит этот небольшой наркоз ну то есть мы же ему мы уже делали этот небольшой наркоз зашивали ему плечико сейчас я покажу кстати кто не помнит эту историю доктор у нас напоролся кажется вот там вот торчала какая-то железяка мы ее сразу же убрали и распорол себе ну-ка доктор распорол себе вот здесь вот такая дрень была мы поставили тоже наркоз все зашили вот я же говорила что не останется ни следа ничего не осталось вот ему не было и месяца то есть он был еще совсем малыш поэтому можно сказать что все это уже проверено слава богу он хорошо перенес этот препарат и опять этот препарат мы будем делать вот надеюсь что у него нет никакой там патологии пахового кольца что у него все нормально что он молодой все вот эти сосуды которые мы будем переживать все они тонкие еще пока то есть и ну ка сосуды которые держат семяник питают который мы будем переживать они еще тонкие я надеюсь что они заживут намного быстрее чем у большого крупного жеребца у которого сосуды больше чем большой палец на руке у саши то есть а сейчас у него маленькие сосудики все это заживет очень быстро и так как сейчас не тепло нет мух тоже все заживет все в машинка все зарывет все будет хорошо я буду надеяться потому что я очень привыкла к этому мальчику хоть и на балду и хоть он ведет себя иногда очень плохо ну что теперь делать он напоминает мне друзья очень сильно диагональ у него характер своей бабушки не мамы добрячки не папы добряка ама а бабушки не у ночи ну-ка тихо тихо он мне напоминает очень сильно диагональ поэтому как-то я к нему очень сильно привязана мне хочется чтобы он у нас остался все было хорошо так я уже ну-ка тихо я уже наболталась с вами очень много не пугайтесь моих подробностей я еще не все даже рассказала постаралась как-то обойти все как-то так мягко рассказать о кастрации а видео мы постараемся снимать конечно все будет как сказать форс-мажор на постараемся снимать ну-ка тихо вот а теперь хочу пожелать вам хорошего настроения хорошей зимы будущей хорошей весны вот и всем пока увидимся